Ну что, продолжаем творить добрые дела. Всех приветствую, мои родные и любимые христолюбчики. Ну вот, вы посмотрели только что ролик про Алену Талалаеву, и тут же Гашкова, я же говорю, видео пришло, но сейчас мы его посмотрим. О Гашковых долго мне рассказывать не надо. Они уже практически наша, моя, по крайней мере, семья. Надеюсь, и многих из вас всегда нуждаются. Представления, я говорю, единственные, они нуждаются. Да, все знаете. Вообще, у меня есть ролик, плейлист на канале Христолюб. Помощь нуждающимся, там, любовь к ближнему, найдете его всегда на лайве. Там все есть, там можно разные ролики о всех, когда я кому-то записывал, они там все есть. Вот, я говорю, сами странички я убрал, эти тогда я просто сайт переделал. Да и их надо содержать, в принципе, можно было все это оставить, но у меня на это не хватает, если честно, я не могу разорваться на все сразу. Вот, поэтому мне проще вот так вот, я говорю, я там, потому что там какие-то фотографии были, конечно, что-то о детях, но дети вырастают, меняется возраст, ноги, все это время летит нереально, вы сами знаете, год за годом пролетает. Вот, поэтому это все надо, чтобы кто-то занимался. У меня на все, действительно, физически человек все не может делать, да. Вот, давайте ролик посмотрим, я говорю, в представлении не нуждаемся, просят они помочь со школы, уже скоро собираться, август начинается. Давайте, давайте посмотрим, сейчас я вам включу. Здравствуйте, люди добрые, это семья Гашковых. Хотим у вас попросить помощи, детишек в школу собирать надо скоро. Помогите, пожалуйста. Даша, ты в какой класс идешь? Кто как может? Первый. Первый. Аня, ты в какой? Седьмой. Танюшка? В шестой. Маргаритка у нас на площадку убежала, она идет в третий класс. Она в третий класс идет, да. Просим, помогите. Кто чем может, в канцелярии. Можно посылочку, если кто с канцелярии. Можно посылочку. Пожалуйста. Пожалуйста, просим. Вещи школьные тоже нужны, потому что все выросли, девочки наши, большие. Любим, целуем. Сашенька наш, годик нам уже. Второй годик уже мальчику. Обнимаем, целуем, любим. До свидания. Ну вот такой вот ролик вы посмотрели. Ну все понятно, да. Дети в школу собираются, кто что может. Ну по Гашковым я конечно в ролике постараюсь. Ну я с прошлых скопирую, там есть по-моему и адрес на самом деле. И в принципе я все равно. Ну Гашковых вроде бы я дам. Карточка, хотя тоже иногда меняется. Но я дам ихнюю личную тоже карточку Сбербанка. Пожалуйста, можете напрямую помогать. Я говорю, хотите, можете через меня это делать. Просто еще видите, многие не местные. Там Алена с Украины, там целая проблема. Я там тоже пересылаю. Вроде потом им там надо определенные вещи написать, что это для них. Я сам каждый раз, она мне тоже потом там меняется постоянно. Поэтому кто из России, я в принципе еще даю карточку. И вам помогать проще, да. А кто не российский, я конечно в принципе действительно лучше через меня. Вы можете каких-то нюансов не знать. И действительно куда-то не туда все это уйдет. И не проверить потом ничего. По Гашковым я дам адрес, действительно кто-то может. Им всегда 8 детей. Там всегда хвой. Ну сейчас не все здесь на экране. Ну кто знает, то знает, да. Поэтому там можно слать. Причем все девочки, кроме вот этого первенца мальчика. Самого маленького и самого мальчика. Вот, поэтому детские, девичьи вещи можно вообще на любой возраст слать. По-моему сколько, самый маленький. А 3 года что ли, или уже 4 наверное получается. То есть от 4 лет все можно там. Любые вещи, одежду, обувь. Вот, в школе получается тоже все это можно поделить. Любые. Ну как видите, констовары. Ну слать констовары, мне кажется, проще все-таки деньгами помочь. И сами купить, что надо. Да я вот это честно, эти посылки все. Если есть какая-то одежда, да. Ну вряд ли у вас там в зале же констоваров. Если у вас только какая-нибудь фирма канцелярская. Вот. А одежда, да, может быть действительно есть уже выросли. Хорошая, школьная. Я сейчас не знаю какие-то там требования. Чего я вам буду об этом рассказывать. Вот. Ну тут вы все знаете. По Гашковым все проще. Так что всегда нуждаются в помощи. Можете всегда их поддерживать. Я говорю, всегда я буду очень рад. Помогаем мы постоянно. Объявляю я редко. Даже вот казалось бы мелочь. Но раз он ролик пришел. И я говорю. Где набраться на всех я не знаю. Ну. У меня есть ресурс. Я стараюсь сделать то, что могу. Ну на этом все. Ссылка на экране. Как всегда. Вот. На мой сайт. Где вы можете по этой ссылке перейти. Там все мои реквизиты. Ну а в описании я буду добавлять. Те какие-то реквизиты о помощи. Конкретно о том, о ком говорю в ролике. Ну и еще один ролик у меня для вас есть. Вы сейчас его увидите. Субтитры сделал DimaTorzok